Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я повзяться в великолепие Твое, приливы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 29 августа, четверг, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Второго Послания апостола Павла Коринфяна. Глава 4, первые шесть стихов данной главы. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы – рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Дорогие братья и сестры, сегодня Церковь предлагает нам отрывок из второго послания апостола Павла Коринфина. И это сравнительно небольшой отрывок, всего шесть стихов, но здесь с первых строк мы сразу встречаемся с очень важной информацией о том, какие же все-таки обвинения воздвигали против апостола Павла в Коринфе. Все мы помним из первого послания, что первое послание писалось по определенным причинам, были определенные проблемы в коринфской общине, и это первое послание, о чем мы знаем как раз-таки из второго послания, оно возымело правильный успех у коринфин, оно возымело правильный эффект, и коринфины покаялись, но противники не дремали, и уже воздвигают на апостола новую клевету, новое злословие. И вот что нам говорит сегодняшний отрывок об этом. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнусь скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая от Слова Божия, а открывая истину, представляем себя совестью всякого человека пред Богом». Итак, вот в этом стихе, это второй стих четвертой главы, перед нами предстает как раз-таки те обвинения, которые воздвигали на апостола Павла и его противники. Это три обвинения. Первое – это отвергнусь скрытые постыдные дела. То есть апостолу Павлу инкриминировали то, что его деятельность на самом деле имеет иные мотивы. Оно имеет какую-то корысть, и все то, что апостол Павел делает, на самом деле не искренне, и у него есть какой-то скрытый план на коринфян, вероятно, какой-то финансовый или, может быть, какой-то политический, неизвестно. Но апостол Павел лукавит по мнению противников, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие. То есть это скрытые мотивы, постыдные дела какие-то за глазами, потом хитрость – это опять же-таки прямое лукавство, и искажение Евангелия. Вот эти три обвинения, которые выдвигают против апостола Павла. То есть апостол Павел говорит о том, что он отвергает это. И отвергнув это, он что делает? Открывает истину, представляя себя, совести, всякого человека пред Богом. Если же закрыто и благовествование наше, то закрыто для погибающих. Но если кто-то не понимает апостола Павла, то у него лежит некое ожесточение на сердце, и он не может воспринять благую весть. И, конечно же, он выпадает из плана Божия, выпадает из плана домостроительства Божия, спасения человеческого. И это, конечно же, беда самого человека, что он по каким-то причинам ставит себе заслон проповеди и не хочет слышать благую весть. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, Бог века сего – это как раз-таки вот тот лукавый, в разных книгах Священного Писания его называют по-разному, но его сущность мы все знаем. Даже в молитве «Отче наш» о нем говорится, вернее, об избавлении от него, от зла, от лукавства. Для неверующих, у которых Бог века сего. То есть это некий кумир, некий идеал. В разные времена это по-разному все символически обыгрывается, но суть одна – это в основном власть и некие средства, богатство некое, которое затмевает ум, ослепляет его, и вместо средства, вместо того, чтобы и власть, и богатство было лишь средством, становится самоцелью. И люди упиваются этими, не видя то, что это всего лишь средство, к чему-то другому. И, соответственно, относятся к этому как к некой привилегии. А ведь и богатство, и власть – это скорее большая ответственность, чем привилегия, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. И когда мы говорим о противниках апостола Павла, мы говорим о той клевете, которую они воздвигали на апостола Павла, стоит сказать о том, что мы все можем попасться на эту удочку. На самом деле в психологии и в логике есть такие термины, как в логике – это есть такая логическая ошибка, которая звучит следующим образом по-латински, это «petitio principi». Это называется предвосхищение основы. Когда для какого-то доказательства, какого-то аргумента берется факт и полагается в основу доказательства, но по факту сам этот факт тоже требует доказательства. И то есть эта ошибка называется предвосхищение основы. И поэтому здесь мы видим точно такую же ошибку у этих противников, которую апостол Павел как раз-таки и всегда разбивает в своих посланиях, что он доказывает обратное, он разрушает основу их доказательства и тем самым побеждает всегда в этом споре. И есть в психологии так называемая ошибка атрибуции. Когда мы видим человека в первый раз, мы представляем его некий образ и ведем разговор с этим образом. И бывает так, что наш образ не совпадает с той реальностью, которая перед нами вскрывается. Но это в нашей повседневной жизни, когда мы встречаемся с людьми первый раз. Может быть такая ошибка и логическая ошибка, и может быть такая психологическая ошибка, в которую мы, психологическая яма, в которую мы все попадаем. Но здесь же мы видим намеренное, намеренное искажение проповеди апостола Павла и намеренное противление. Здесь на самом деле вот все то, что эти лжеапостолы, противники апостола Павла говорят, это все можно как раз-таки обернуть против них самих. Их хитрость, их скрытные и постыдные дела, их искажение Слова Божия. Они как раз-таки искажают Слово Божие, не понимая то, что принес Господь Иисус Христос на землю. И это говорит в первую очередь о том, что они не обладают духом, они не просвещены духом Святого Евангелия, то есть Взятого Благовестия. И поэтому они чужды Евангелия. Поэтому все то, что они говорят на апостола Павла, можно отнести к ним самим. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. И действительно, все мы должны быть свидетелями Иисуса Христа и быть послушными Ему прежде всего, Его воле ради того, чтобы приобрести этот мир для Бога. Ведь Бог дарует нам абсолютную тотальную свободу. И тотальная свобода – это не вседозволенность, а скорее глобальная ответственность каждого христианина за наше поведение пред внешними людьми, чтобы мы были свидетелями пред внешним миром о любви Иисуса Христа, что Он действительно является для нас не пустым звуком, а нашим Господом и Господином, который, в принципе, формирует глобальную повестку дня нашей жизни. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам всем. Радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин